Чемпионат открыла Первая Лига. Для молодых футболистов победа в матчах – шанс подняться на новую ступень. Но сегодня на поле вышли и более опытные футболисты. Алан Цараев занимается футболом с самого детства. В свои 18 играет в профессиональном клубе «Спартак Владикавказ» и успевает учиться в Кубанском университете физкультуры и туризма. У меня с детства какая-то привилегия к футболу. У меня отец сам тренер, и как-то больше в футбол уклонился. Страсть, эмоции – все в этом роде. В этом году чемпионат вышел на качественно новый уровень. Награды, в том числе и денежные, получит не только команда-победитель, но также и отдельные игроки – лучший вратарь, защитник и другие. Это стало возможным благодаря спонсорам. В этот раз чемпионату оказали поддержку строительные компании «Каскад» и «Центр Стройинвест», строительный магазин «Вавилон» и компания «Анапастрой». По словам организаторов, соревнования направлены прежде всего на популяризацию спорта, поиск новых талантов, а также для того, чтобы дать анапчанам возможность, интересно используя и проводить досуг. Для того, чтобы занять людей чем-то, у нас как бы зима, холодно, делать особо нечего, и спорт всегда в массы, это же хорошо. В «Анапе» развит отлично футбол, и мини-футбол тоже, это зрелищный вид спорта. Каждая команда по-своему она сильна, и на сегодняшний момент у нас есть две лиги, в которых относительно более-менее собраны коллективы, которые соответствуют друг другу, и могут показать как и в первой лиге, так и в высшей, очень зрелищный и качественный футбол, но сегодня это было видно. Игры будут проходить до 25 февраля по воскресеньям на базе первой общеобразовательной школы. Система отбора круговая. Команда, набравшая максимальное количество очков, выйдет в финал, а две лучшие команды первой лиги получат шанс стать участниками высшей. Вход для зрителей свободный, поэтому поболеть за своих фаворитов может каждый. В планах у организаторов провести турнир и на майских праздниках. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа. Регион.